Всем привет! Меня зовут Крис. И если зашли на мой канал, скорее всего вы задумали готовить сегодня рождественское полено. Это новая рубрика у меня на канале. И это первое видео, в котором мы будем с вами вместе пытаться приготовить этот замечательный десерт. Идея этого видео возникла у меня во время путешествия по Барселоне год назад. Где во время рождественских праздников в любой кофейне или пекарне можно было найти рождественское полено. Но по какой-то из причин я не успела там его попробовать и поняла, да, надо попробовать приготовить его самой. Так что еще раз добро пожаловать на канал и давайте уже приступать. Вот так на столе у нас появляется все, что нам необходимо для приготовления. Это ингредиенты и дополнительное оборудование. Для теста нам понадобится какао, крахмал, мука, яйца, ванильный экстракт, соль, сахар. Кусочек масла, шоколадные капли, ну либо просто мелко покрошенный шоколад. Сливки, 33 или 35 процентов. Творожный сыр, либо маскарпоне. Малина, малиновый джем, у нас в данном случае малиновое варенье. И вот такие грибочки я взяла для украшения уже готового десерта. Кроме того, нам необходимы будут весы, чтобы точно избирать ингредиенты. Миксер, чтобы взбивать сливки и белки. Блендер. И вот такая кофемолка для тех, у кого нет уже готовой сахарной пудры. Я обычно беру сахар и получаю сахарную пудру самостоятельно. Пергаментная бумага и противень. Ну вот, кажется, все ингредиенты, что нам понадобится. Давайте приступим к приготовлению рождественского полена. Начнем мы с коржа. Остальные ингредиенты пока уберем подольше. Что ж, займемся шоколадным коржом. Первым делом поставим в духовку на 230 градусов по Цельсию. Далее возьмем противень и застелим его пергаментной бумагой. Смажем кусочком сливочного масла, а сверху присыпем мукой. Я беру вот такую небольшую ситечку, чтобы равномерно распределить муку. Отставим пока наш противень на кристалла и займемся тестом. Пересыпаем из нашей миски, где находятся мука, рахмал и какао, в другую миску, чтобы они все смешались. И сюда я кладу сито, чтобы еще и просеялись. Наполним эту смесь воздухом. Немножко помажем сканковавшемуся какао с помощью ложки. После чего добавим щепотку соль. Далее берем наши яйца, которые мы предварительно помыли. Вообще здесь нужно 2 больших яйца, но здесь у меня достаточно маленькие, поэтому скорее всего добавлю 3 яйца в миску. Сюда же к 3 яйцам нам нужно добавить еще 3 желтка, поэтому разобьем еще 3 яйца в другую миску и желтки переложим в эту. Нужно осторожно убить яйца, а то может случиться такое, что желток протечет. Ну вот так случилось. Я, кстати, как бьете яйца? Раньше я била ножом, потом сходила в какой-то кулинарный мастер-класс, и там показали вот такой способ. И вынужден признать он достаточно удобный. Несмотря на то, что один желток немножко потек, попробуем все равно переложить все желтки в эту миску. Начнем с хороших. А пока я вылавливаю желтки, расскажу немного об истории десерта. Рождественская полена, или по-французски бюш-дунель, это рулет, ставший традиционным рождественским десертом. Корни традиции уходят в древние языческие времена, когда кельты торжественно отмечали день зимнего солнцестояния. В этот день, самый короткий в году, кельты сжигали большое бревно из дуба, вяза или вишни, которое своим горением олицетворяло возвращение солнца и прибавление дня. Средневековая католическая церковь не стала разрушать эту языческую традицию, однако церемония сжигания бревна стала более сложной. Сами бревна стали украшать лентами и растениями, а сжигать их начали уже в каждой семье. К выбору рождественского бревна подходили очень ответственно. Во-первых, оно должно было быть хорошо высушенным, чтобы хорошо гореть. Во-вторых, должно было быть достаточного размера, чтобы гореть всю ночь. К яйцам с желтками добавляем ваниль. Далее от 100 г сахара мы оставляем 1 ложечку, а все, что здесь осталось, добавляем к яйцам с желтками. Теперь нам нужно взбить получившуюся смесь до пышной светлой массы. Это нужно сделать с помощью миксера, естественно. Взбивать нужно будет примерно 5 минут. Глава семьи размещал бревно в большом камине или очаге, поливал дерево растительным маслом, подогретым вином, натирал солью и обращал к нему свои просьбы. Женщины и девушки разжигали огонь с помощью угольков, сохраненных от прошлогоднего бревна. После того, как бревно сгорало, угли от него вновь собирали и прятали в надежное место. Считалось, что они способны сохранять семью в течение всего следующего года от молний и происков дьявола. Эта традиция с некоторыми вариациями в разных странах просуществовала в Европе с 12 по 19 век. По мере распространения маленьких чугунных печей традиция сожжения рождественского бревна стала умирать. Большие бревна заменили маленькими поленцами, которые украшали свечами и конфетами и просто располагали в центре праздничного стола в качестве декора. А уже к концу 19 века праздничная полена стала полностью съедобным, превратившись в один из вкуснейших рождественских десертов. Масса получилась достаточно пышной и светлой. Далее берем лопатку и добавляем по частям мучную смесь в нашу получившуюся. Осторожно перемешаем, потом добавим еще остаток. Тесто пока отставим. Что у нас еще осталось на столе? Это белки. Немножечко промоем венчики от миксера, потому что теперь они нам пригонятся для того, чтобы взбить белки. Начнем взбивать на медленной скорости до мягких пиков. Само рождественское полено теперь практически забыто. Только лишь в Каталонии эта традиция преобразовала шутливую детскую игру. В начале декабря во всех домах Каталонии появляется маленькая полено, которую дети укутывают от холода, поят и кормят, стараясь, чтобы ему было хорошо в гостях. А в рождественский сочельник начинают бить его палками, так как полено на следующий день должно дать детям подарки. Вот такая забавная традиция. Проверяем мягкие липейки вот так вот, высовывая венчики. Видим, что липейки есть. Теперь добавляем ложку сахара. И продолжаем собирать уже до жестких пиков. Несмотря на то, что родина рождественского полена считается Францией, этот удивительный десерт традиционен на праздничном столе во многих европейских странах, отмечающих Рождество под католическим календарем. О том, где именно появилась рождественская полена в качестве десерта, до сих пор идут споры. Честь создания бисквитного рулета, богато украшенного сливками, глазурью и шоколадом, отстаивают между собой леонцы и парижане. Но кем бы на самом деле не были его изобретатели, главное, они были французами, знающими толк в наслаждении. Достаточно быстро они стали жесткими. Тут ни с чем не перепутаешь. Вот такие вот красивые завитушки. Дальше мы берем небольшое количество взбитых белков, добавляем в тесто. И лопастку перемешиваем. Нужно делать аккуратно, чтобы не разрушить структуру белка. Добавим еще чуть-чуть. В следующий раз уже полностью. Приступим к последнему этапу приготовления шоколадного бисквита. На наш противень, который мы давно уже подготовили, выливаем вот эту вот пышную массу. Даем ей растечься. Это наш будущий рулет, стараемся делать более-менее аккуратно. Укрымем. Вот такая достаточно ровная поверхность у нас получилась. Перекладем эту в духовку на 6-8 минут. Заранее подготовим сахарную пудру. Для этого 2-3 столовые ложки сахара. Загрузим к перемалочку и размельчим. Достанем наш бисквит и сразу посыпем сахарной пудрой наверх. 6 минут вполне хватило, да? Немножко успела буглиться. Дальше подготовим полотенце. Я беру бумажную полотенцу и расстелим на столе. Дальше нужно переложить корж на полотенце пудрой вниз. Немножко прилип по краям. Приходится отлеплять там, где не было перегаментной бумаги. Отлепляется достаточно легко. И теперь перекладываем. Задача номер 1 его не сломать. К счастью, он уж достаточно остыл. И это было не больно. Так, теперь отрываем перегаментную бумагу. И тут же просыпаем поверхность пудрой снова, только уже другой. Теперь задача его завернуть и оставить в полотенце. Теперь подготовим стол для приготовления крема. Достанем из холодильника сливки. Они обязательно должны быть холодными. Мороженый сыр, малина, джем, 2-3 столовые ложки сахара. И начнем работать. Первым делом половину малины, положим в блендер и добавим малиновый джем. Я взяла за мороженую малину, потому что зимой со свежей проблемой. Но я думаю, особо разницы не будет. Получается малиновое пюре. Теперь протираем через сито, чтобы избавиться от косточек. Малиновое пюре пока откладываем в сторону и займемся сливками. Берем обязательно холодные сливки и отмеряем на весах 160 грамм. Итак, сливки уже открыты. И смираем 160 граммов. Остаточку берем. Сюда добавляем 2-3 столовые ложки сахара. И щепотку соли. Далее снова берем венчики. И взбиваем до мягких пиков. Вот такие пейки у меня получились. Наверное, этого достаточно. Теперь добавляем ко взбитым сливкам 160 грамм аскарпона или творожный сыр. Сначала размешаем лопаткой. Разомнем аскарпона. А затем продолжим взбивать миксером до однородности. Получается вот такая вот густая масса. К ней мы добавляем пюре малиновое. И оставшуюся свежую малину, которая заморожена. Немножко сливаем малины. И лопаночкой перемешиваем. Либо миксером на медленно скорости. Вот такой красивый розовый цвет. Это начинка нашего полена. Итак, вот он самый ответственный момент. Достаем наш коржик. Нам нужно его снова разложить. Такой мокренький. И промазать кремом. После чего снова убрать. Я думала, он тут треснет по всем щелям. Но, видимо, с тем, что влажный, он снова скрепился. Сам себя заживел. Крема не жалима. Нам больше ничего не понадобится. Но, вообще, такое ощущение, что немноговато. Сейчас посмотрим. Вот весь наш крем. Разровняем аккуратненько. Чтобы со всех краев был крем. Теперь, прежде чем переложить его, подготовим остатом. Затем закроем досточку листом фрагментной бумаги. И так скатываем. Осторожненько. Чтобы все осталось целое. И кладем срезом вниз. О, тут пошло. Много лишнего. Перекладываем. По одной из версий нужно было бы сейчас спилить вот так вот наше полено. И приложить одну часть полком. Как будто эта веточка входит от основного ствола. Но я боюсь это делать. Поэтому будет просто такой брысочек. Ничего страшного. Это тоже самое полено. Теперь достанем пищевую пленку. И завернем наш полено. Нужно будет убрать его в холодильник на час. Убираем в холодильник. И остается самое последнее. И пока полено пробивает в холодильнике, мы займемся ганашем. Возьмем сливки, которые у нас остались. Нам понадобится 90 мл. И выкладываем шоколад 100 грамм. Это будет последний шаг. Итак, мы должны быть украсили ганашем полено сверху. И придать ему вид настоящее дерево. 90 мл. Это не 90 грамм. Чуть меньше. Теперь это количество нам нужно довести до кипения. Буквально через несколько минут. Наблюдаем, что начинает кипеть. Выключаем. И отстраняем в сторону. Можно добавлять туда шоколад и перемешивать. Сегодня существует огромное множество рецептов приготовления рождественского полена. А ритуал его украшения можно и сейчас назвать священным. На рождественском полене располагают разнообразные фигурки из шоколада, бизе, марципана и других сладостей. Искусные хозяйки стараются удивить свою семью настоящими шедеврами, создавая десерт, максимально похожим на реальное бревно. Прорисовывают кору, делают сучки, из которых растут грибы, травы и выглядывают маленькие мышки. На бревне могут располагаться целые сцены. Санта-Клаус на оленях, домик в зимнем лесу и многое другое. Теперь самое время достать полене из холодильника, убрать пленку и аккуратненько срезать к ныне, чтобы срез получился более натуральным. Вот такой красивый связь и с другой стороны точно так же. Рулетик такой мягенький, очень легко режется. Только лучше сильно не давить капли. После этого берем наш подостывший ганаш и шпателем, либо лопаткой наносим сверху на полену. Горячий ганаш сразу схватывается из-за того, что рулет достаточно холодный. Получается, сразу застывает. Нам нужно подождать, пока чуть-чуть застынет, чтобы потом сделать узор. Вот такой глазированный получился брусочек. Последнее нам нужно взять вилочку и придать покрытию на такой натуральный узор, как будто бы на настоящее спел-вере. Получается прикольно. Цвет очень натуральный и из-за этого фактуры получаются похожи. Вот так и должно было остаться, как будто бы только что срубили кусок дерева. После того, как ганаш полностью остынет, можно будет переложить наше полено на красивую тарелочку презентабельную и украсить вот такими вот грибочками. Грибочки можно сделать самим. Например, из биза. Ну и вообще украсить можно на любой вкус, как фантазия позволит. Вот такой вот чудесный тортик получился. Да, готовка занимала достаточно много времени. Но я надеюсь, результат того стоил. Теперь нужно будет подождать, пока все полностью застынет. И наверняка еще нужно будет подождать, пока пропитается. И завтра уже можно будет попробовать. Спасибо всем, кто были со мной до конца. Кто досмотрел и увидел, что у нас получилось. Особенное спасибо тем, кто вместе со мной готовил. Вот это было очень приятно. Надеюсь, вам понравилась эта рубрика. Будет очень здорово, если вы оставите свои впечатления от этого рецепта. И пишите в комментариях, какие десерты или просто блюда вдохновляли вас в путешествиях. Что вы захотели приготовить их после того, как вернулись из этой поездки. Будет очень интересно почитать, создаем такую базу рецептов. Самые лучшие рецепты из лучших мест на свете. Наступил новый день, а значит самое время попробовать кусочек. Для этого позовем эксперта по сладостям. Это вкусно. Велично видать. Эксперт по сладостям зашла. Да, прямо очень вкусно. Температура крутая. Холодная. Надо тут потолще таки отрезать, чтобы помыше съесть. Есть прикольно. Сочетается малиновый вкус и шоколадный. И очень нежный получается. Но при этом плотный. Как думаешь, что тут больше выигрывает? Вкус или красота? Мне кажется, они одинаковые. Если что, на лице Руслана это означает полный восторг. Еще раз всем большое спасибо. Приятного аппетита. И пока-пока. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok